Я хочу обращаться к гражданам Российской Федерации, и не только Российской Федерации, но и тем русскоговорящим, которые по разным причинам прибыли в Армению. И вот платят базнословные деньги за ту однокомнатную или двухкомнатную квартиру, которая несколько месяцев тому назад стоила всего лишь 200-400 долларов, а сейчас 3500-32500 долларов. Это абсурд. Многоуважаемые россияне, значит, есть такая хорошая, красивая, богатая страна и город, который называется Дубай. Значит, российским паспортом без проблем, без всяких виз, оформлений можно прилететь в Дубай на 90 дней. После окончания вашего срока, 90 дней, вы можете заплатить 20 тысяч, 25 тысяч рублей, и вам запросто, без всякой волокиты, добавят еще 90 дней. То есть 6 месяцев вы спокойно можете жить в территории Аравии, в Дубай. Потом переходить границу на машине, рядом, если не ошибаюсь, Аман, туда, оставаться там пару часов и опять возвращаться обратно. И тоже самый механизм работает еще раз. Цена квартир в Дубае, особенно за пределами центра, стоит намного дешевле, чем цена квартир окраина города Ереван. И даже самого Еревана. Там интернет хороший, плюс вот к этому безопасная страна, плюс к этому цены намного ниже на продукты. Я вам рекомендую переехать в Дубай, Абудаби или вот некоторые арабские страны, где особенно айтишники спокойно могут жить. В очень хороших, уютных квартирах. Намного лучше, чем те вот квартиры, которые есть в Ереване. Мой вам хороший совет, потому что вам реально тут грабят. Грабят не только те люди, которые выдают вам квартиры за баснословные деньги, но и в ресторанах. Для местного населения другие цены, для туристов другие цены. Вот приходит человек, армянин, в ресторан, заказывает шашлык, выходит 7 тысяч дурам или 10 тысяч. То же самое заказывает турист, видно, что турист, армянские рестораны. 45 тысяч, 60 тысяч, 75 тысяч. Баснословные деньги. Такого нет ни в Турции, ни в Саудовской Аравии, ни в Эмиратах. Вот вам это надо? Нам не надо. И вам не надо. Я не хочу, чтобы вам кидали. В прямом смысле это. То же самое такси. Подорожало такси. Яндекс и Джи-Джи. Астрономические цифры. За счет кого? За счет бедных русских туристов. А в Эмиратах и у Саудитов стоит та цена, то что для местного населения. Вот так.